Я не считаю никакого не проигрыша, это жизнь. Вот оно складывается от больших цифр. Пока у нас большие деньги заходили от олигархов, у власти были олигархи. Если большие деньги в политику зашли от, я и так не скажу, банды Зеленского, потому что его окружение сдает то, что он был профинансирован этими людьми при таможне, людьми с такой бешеной коррупцией, по сути он ими себя и окружил. А сейчас заходят европейские, большие деньги. Вот они и побеждают. Будет ли лучше украинцам? Ну, лучше, чем ориентироваться на Россию. Лучше, чем жить в неразберихе незаконного государства. Такое и потом все равно европерспектива у нас остается. Ну, украинцев станет меньше. Будет их 20-25 миллионов. Никто в такую страну, конечно же, капиталы особо небольшие вкладывать не будет. Корпорации будут. Они нам определили, что там сельское господарство, IT и что еще, да? А, и энергетика. И все. Вот это у нас будет. Ну, к сожалению, украинцы не очень-то зрелая нация, как и незрелое правительство. Это как дети, которые не могут ходить и учиться самостоятельно, не могут сами принимать за себя решения. Поэтому, ну, лучший вариант – это внешнее управление. А присоединение к Советскому Европу, к этому, к Евросоюзу – это еще большее лишение независимых, независимости. Поэтому мы зависимы от денег Европейского Союза в силу незрелости нации и государства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...